На заседании апелляционного суда отстаивать свои позиции собрались как потерпевшие, так и сторона защиты. С учетом того, что пострадавшие требовали ужесточить наказание, суд был доставлен и осужден Ахалбек-С. Первым выступил молодой человек, который стал жертвой нападения. Требую самого сурового наказания. В этом деле есть заказчики, которые остались невыявленными. На тот момент, когда на меня было совершено нападение, я был несовершеннолетним. Как считают пострадавшие, причина преступления в наследстве, оставшихся после смерти деда. Из-за этого возникли серьезные споры с родственницей, с которой они даже судились. Именно эта родственница, по мнению потерпевших, и заказала Ахалбеку убить молодого наследника. Мой подзащитный не имел умысла на убийство. Никакого заказа он не исполнял. Инцидент произошел в феврале 2014 года в 17-м микрорайоне около 8 часов вечера. Как утверждает осужденный, он пытался поговорить с потерпевшим мирно урегулировать семейные споры о наследстве. Но разговор перешел на повышенные тона, а после того, как пострадавший обматерил Ахалбека, подсудимый вытащил нож и нанес несколько ударов. В этот момент один из приятелей Ахалбека, присутствовавший при конфликте, вдруг вытащил пистолет и выстрелил в пострадавшего. После чего они с друзьями убежали, так как пострадавший не просил помощи. Осужденный решил, что убил свою жертву, поэтому и скрылся. Следствие так и не установило приятеля Ахалбека, бывшего с ним в тот день. Сам же потерпевший утверждал, что в тот вечер к нему со спины подошли неизвестные, которых он даже не успел рассмотреть. Только почувствовал страшные удары ножом, потом услышал выстрел и потерял сознание. Спустя какое-то время он очнулся, нападавших уже не было. Весь в крови, пострадавший сам дошел до опорного пункта полиции, где обратился за помощью. Как утверждает потерпевший, до происшествия он замечал за собой слежку, но не придавал этому значения. Суд первой инстанции, учтя все обстоятельства, приговорил Ахалбека к 12 годам заключения. Апелляционная коллегия не нашла причин для изменения вердикта. Приговор специализированного межрайонного уголовного суда оставить в силе. Апелляции сторон оставить без удовлетворения. Приговор уже вступил в законную силу.